Нагорную проповедь И вы знаете, что самое главное в Библии? Какие слова самые главные в Библии? Конечно же слова Иисуса Христа И вот когда Иисус, Он сел на горе и начал учить И вот то, чему Он учил, является базой, основанием для нашей христианской веры И конечно же мы не будем сегодня всю Нагорную проповедь разбирать Потому что мы уже несколько месяцев ее разбираем, если честно Но кое-что посмотрим, кое-что возьмем И знаете, что я увидел, вот когда мы разбирали Нагорную проповедь Увидел то, что в Нагорной проповеди Иисус, Он говорит о законе, о Ветхом Завете И когда Он говорит об этом, Он не отменяет закон, как некоторые думают А планку закона поднимает еще выше То есть, когда мы говорим о жизни под законом И говорим о том, что жизнь верующих Ветхого Завета под законом Была тяжелой, невыносимой, потому что им надо было соблюдать правила Соблюдать заповеди И им было трудно И некоторые думают, а сейчас мы под благодатью Живем в свободе Делаем, что хотим, и жизнь теперь стала полегче Но на самом деле, мы увидим с вами Жизнь, конечно, стала полегче, чем жизнь под законом Но увидим некоторые вещи, о которых говорит Иисус И вы поймете, почему я так начал Матфея 5 глава, давайте прочитаем 17 стих И вот Иисус говорит Не думайте, что Я пришел нарушить закон Или пророков Не нарушить пришел Я, но исполнить Ибо истинно говорю вам Доколе не пройдет небо и земля Ни одна йота или ни одна черта Не придет из закона, пока не исполнится все Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших И научит так людей Тот малейшим наречется в Царстве Небесном А кто сотворит и научит Тот великим наречется в Царстве Небесном Ибо говорю вам, если праведность ваша Не превзойдет праведности книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Небесное Вот такие слова Такие слова Иисуса о законе Почему Он так начал говорить? Потому что Его обвиняли в том Что Он, дескать, нарушает заповеди Были такие обвинения в адрес Иисуса? Были Говорили, ты неумытыми руками ешь хлеб Нарушаешь предание отцов Ты в субботу исцеляешь Нарушаешь И так далее, и так далее И все на Моисея зачастую ссылались И говорят, ты нарушаешь закон И Иисус отвечает Я пришел не нарушить закон Но исполнить И Он показывает, как на самом деле Он относится к закону Моисеева Он говорит Я пришел исполнить Ибо истинно говорю вам Да коли не пройдет небо и земля Ни одна черта, ни одна йота Не пройдет из закона Пока не исполнится все Он Ветхий Завет Закон Моисеев Чтит И называет это Словом от Бога Чтит и называет Словом от Бога И при этом Он говорит Я пришел Исполнить закон И вот это слово Исполнить В нем два значения Первое Это Наполнить Иисус пришел Чтобы наполнить закон Истинным смыслом И истинным пониманием Потому что в то время Люди извратили понимание закона Это первое значение И второе значение Завершить Исполнить закон Завершить И апостол Павел писал Что Христос Является Концом Закона Конец закона Христос Говорил апостол Павел И вот когда Иисус проповедует Свиногорную проповедь Он дает Не новую интерпретацию Закона Не новый закон дает А он раскрывает Глубину Того самого Ветхого Завета Того самого закона Который был дан А то раскрывает Его истинный смысл Есть христиане Которые думают Что Ветхий Завет В чем-то противоречит Новому Завету Иисус говорит Что это не так Что Ветхий Завет Это закон Бога Данный навсегда И знаете Настолько Казалось бы Ветхий Завет Там насилие было И все такое Отличается от Послания благодати От Евангелия От послания Апостола Павла И других Что кажется Как будто Это две книги Противоречат друг другу И были тогда Знаете Во времена Иисуса Точнее после Во времена Становления Церкви Были различные Движения Такие Околохристианские Их называли Гностиками И вот они Как бы больше В духовность шли И им Ветхий Завет Казался вообще Ну знаете Таким Неприемлемым И вот один из них Из таких учителей Его звали Маркион Он переписал Евангелие С тем Чтобы в нем Не содержалось Никаких ссылок На Ветхий Завет Чтобы Евангелие Было чисто Вот таким вот Посланием благодати Без всяких там Цитат И вот это место Знаете Как он написал Вот это место Я пришел Это слова Иисуса В этом В этом Евангелии Я пришел Не исполнить закон И пророков Но отменить их Вот такое толкование Отменить пришел И вот кто-то думает Что закон Отменен А он Не просто Не отменен Он исполнен Иисус Иисус Исполнил Этот закон Он полностью Подчинился ему И исполнил его И вот в 18 стихе Он говорит Что это Закон Бога 19 стих Итак Кто нарушит Одну из заповедей Сих малейших Он уже обращается В будущее Уже в Новый Завет И научит так людей Тот малейшим Наречется В Царстве Небесном А кто сотворит И научит Тот великим Наречется В Царстве Небесном Итак Здесь Когда Иисус Говорит о законе Прежде всего Он говорит О нравственном законе О нашем послушании Нравственному закону Бога О том Что такое хорошо Что такое плохо Нам говорит Ветхий Завет И Иисус Продолжает Эту тему И мы с вами увидим Насколько он Углубляет потом это И вот То что мы должны сделать Подчиниться сами И этому Научить других людей И кто так делает Кто исполняет Слово Божие Сам И учит Исполнять Других людей Библия говорит Тот наречется Великим А кто нарушает И так учит Других людей Тот наречется Малейшим И знаешь Когда Иисус Говорит Что Ваша праведность Должна превзойти Праведность Книжников И фарисеев Я думаю Что ученики Были просто в шоке Потому что Кто Кого называли Праведниками Тогда Книжников И фарисеев Те которые Досконально Знали закон И Тщательно Старались Его исполнять А Иисус Говорит Этого Недостаточно Недостаточно Как Быть праведниками Как книжники И фарисеи Чтобы войти В Царство Небесное И ученики Знаешь Иногда даже Задавали вопрос Иисусу Да кто же Может спастись Иисус Отвечал Он кто Вы знаешь Фарисеи Насчитали В Ветхом Завете 248 заповедей И 365 Запретов То есть Заповедь Это что Надо делать 248 Чего надо делать И 365 Чего не надо делать Представляешь Вот это Выучить еще Надо все Вот эти вещи И поэтому Иисуса Часто спрашивали А какая Наибольшая Заповедь Закония Им было важно Какая Из этих 248 Заповедей Самая важная Вот настолько Тщательно Они изучали Все это Затем Помимо Ветхого Завета Пятикнижей Моисеева Появилась У них книга Называется Мишна Где Они обсуждали Вот этот Закон Потом Талмуд Который Насчитывал Шесть Томов Который Объяснял Эту Мишну И там Столько Было Всяких Запретов Столько Заповедей Столько Объяснений Что на самом деле Потом Иудеи Называли Закон Знаете Как Тяжкое Бремя Тяжкое Бремя Столько Надо было Малейших Малейших Вот таких Заповедей Исполнять Тяжкое Бремя И они Придумали Разные Способы Как бы Этот закон Исполнить А точнее Как-то его нарушить Но не нарушить Ну например Смотрите В субботу По их Толкованиям Было Запрещено Что-то Переносить Во дворе В комнате Еще можно Во дворе Нельзя Как исполнить Этот закон Хочется Что-то Во дворе Перенести Евреи Брали Веревку Накануне Обходили Весь двор Обтягивали Его веревкой Это двор И формально Двор становился Продолжением Их дома И все И закон Не нарушен И таких Уловок Было придумано Просто Множество Вы даже себе Не представляете Потом Когда появились Лифты По лестнице Подниматься Нельзя А лифт Ведь не лестница На лифте Можно Закон Не нарушен Надо тебе На пятый этаж Да хоть На 120 На лифте Закон Не нарушен И Иисус Их упрекал В этом Говорил Вот есть Заповедь Почитай Отца и Мать А вы говорите А мой Дар Богу Вот То что я тебе Должен Как Отцу и Матери Я посвящаю Это Богу Корбан Так называлось Посвящение Богу То что Ты должен Дать Отцу или Матери Иисус говорит Вы Своими Заповедями Отменили Заповеди Божьи И Когда Иисус Говорит О праведности Книжников И фарисеев Давайте еще раз 20 стих Прочитаем Ибо Говорю вам Если Праведность Ваша Не превзойдет Праведности Книжников И фарисеев То вы Не войдете В Царство Небесное В чем Причина Вот такого Строгого Выражения Которые Применяет Иисус Потому что Исполнение Слова Божия Со стороны Фарисеев И книжников Было Чисто Внешним Понимаете И поэтому Они и придумывали Различные Уловки Как бы Этот тяжелое Тяжкое бремя Этот закон Который Они и сами Усложнили До невозможности Как бы его Еще и Обойти Как бы его Обойти Иисус Говорит Ваша Праведность Должна быть Гораздо Глубже Иисус Требует Внутреннего Послушания А не просто Внешнего Иисус Бог Вообще Через Иисуса Показывает нам Что он Ожидает Нашего сердца В этом И отличие Религии От истинного Поклонения Богу Религия Требует Только Внешнего Послушания Сказано Тебе Воскресенье Ходить В церковь Я пришел То есть Ты пришел Молодец Сказано Тебе Ходить На домашнюю Группу Ты пришел Молодец И знаешь И вот это Кажется Исполнением Требований Бога На самом деле Можно Ходить Можно Посещать Можно Молиться Можно Петь Но В сердце Могут Гнездиться Совершенно Другие Желания Другие Мысли Бунт Противление И так далее И так далее И вот Бог Требует От нас Ожидает От нас Посвящение Сердца И это Именно Та праведность Которую Он от нас Ожидает Внутреннее Послушание Согласие Смирение С тем Что говорит Господь Ну вот Прочитаем Дальше С вами 21 стих Вы слышали Что сказано Древним Не убивай Кто же убьет Подлежит суду А где сказано Не убивай А? Кто-нибудь знает? В десяти заповедях Сказано Не убивай И ну посмотрите Иисус Он часто Говорил такое слово Написано Написано Это значит Твердо И не требует Больше никаких Объяснений Написано Господу Богу Поклоняйся И модному служу Помните, да? А здесь Он другое слово Потребляет Вы слышали Что сказано Древним Кем сказано? Моисей сказал Не убивай Кто же убьет Подлежит суду Но он говорит Посмотри Что он дальше А я говорю вам Вот эта антитеза Которую использует Иисус На горной проповеди Часто Сказано так А я говорю вам И он Не отрицает Что убивать нельзя Так ведь? Не отрицает То есть он не говорит Вы слышали Что сказано Не убивай А я вам говорю Убивай Нет Не так Вы слышали Что сказано Не убивай А я говорю вам Что всякий Гневающийся На брата своего Напрасно Подлежит суду Кто же скажет Брату своему Рока Подлежит Синедрену А кто скажет Безумный Подлежит Гиене огненной И вот здесь Иисус Переносит Вот эту заповедь Которую Равины Расценивали Как просто Внешнее действие То есть Нельзя лишить Человека жизни Просто так Ну имеется ввиду Нельзя совершить Убийство Конечно там Это не касается Войны Смертной казни Нельзя совершить Убийство И убийство Всегда Совершалось По коему-то Мотиву На почве Ненависти Вот Нельзя совершать Убийство То есть Нельзя лишать Человека жизни Это грех Иисус говорит Нет Не только Это грех Но сама мысль О ненависти К человеку Уже грех Знаешь Когда я читал Я был еще не верующим И читал Евангелие Мне было интересно И вот Я читал Вот эту Нагорную проповедь Я помню Я запомнил это Читал ее И Я понимал Что требует Иисус И я говорил Ну это нереально Его требования Нереальны Он требовал Чтобы мы У нас внутри Желания все Были правильными Кто ненавидит Брата своего Напрасно Тот уже Повинен Повинен Как убийца И подлежит суду Вот так вот Вот оно Вот оно Послание благодати То есть Получается Что мы Поставлены Еще Более Такое Серьезное положение Чем Те же фарисеи То есть Нам не только Делать нельзя Нам и думать нельзя Так Получается А кто Хотя бы раз Нет Кто Ни разу В жизни Не гневался На брата своего Напрасно Ну или на сестру Ну или на жену Ну или на мужа Ни одной руки Не вижу Ребята Нам всем Дорога Ну вот если Дальше не прочитать То что Говорил Иисус Всем дорога В гиенну Огненную Я так понимаю Так Так можно понять Да Слова Иисуса Гневающийся На брата своего Напрасно Подлежит суду Вот так Вот так вот И вот Иисус Он этот закон Переносит В наше сердце Говорит А что-то у тебя В сердце творится Вот что Богу интересно Разве у нас Ни разу такого Не было Что там Убить ты готов Но сдерживаешься Потому что Знаешь что Последствия будут А за мысли Последствия Не бывает Но смотрите Бог Смотрит В наше сердце Самое сердце Смотрит Другое место Прочитаем Матфея 5 глава 27 стих Вы слышали Что сказано Древним Не прелюбодействуя Откуда это Сказано Все там же В 10 заповедях А я говорю вам Что всякий Кто смотрит На женщину С вожделением Уже прелюбодействовал С нею Сердце своем Вот тебе и на Вот тебе и на Знаешь Фарисеи Для того чтобы Не возжелать Чужой жены Есть такая заповедь Тоже Не возжелай Чужой жены Они ходили Вот так вот Наклонив голову Чтобы никого Вообще не смотреть И никого Вообще не возжелать И знаешь И из этого Натыкались На разные препятствия И у фарисеев Было прозвище Такое забавное Фарисей Не разбей лба Назовался За то что они Вот так вот Так вот себя вели То есть они хотели Себя всяко-всяко Оградить От всякого Вот этой неправильной мысли Но посмотри Иисус не говорит Не смотри На женщину Правильно? То есть Смотреть Можно Но С вожделением Смотреть Нельзя С похотью Смотреть Нельзя И опять же Это касается Отношения нашего сердца То что происходит У нас В нашем сердце В нашем уме И вот Вот эти Вещи Они показывают О более Глубоком Понимании Закона Посмотри Иисус Вовсе не отменил Эти 10 заповедей Которые нам были даны А поместил их Послушание Нашего сердца И поэтому Иисус Глядя на фарисеев Говорил Эти люди Только устами Чтут меня Сердце же их Далеко отстыет От меня Поэтому Они не могут Войти в Царство Божие Потому что Их сердца Полны бунта Против Бога Они думают Надо Богу Подчиниться Внешне Но как-то Обмануть его Чтобы не так Было тяжело Знаете Как в некоторых Религиях Пост Днем есть нельзя А вечером Бог спит Ночью Бог спит Есть можно Вот такой вот пост Такая хитрость Такая вот Существует И вот Посмотрите Христиане Иногда могут тоже Жить Как бы Хитря перед Богом Хитря То есть Я же Внешне все делаю Я же Служу тебе Господь Подчиняюсь Все делаю Что надо Десятину Отдаю И так далее А Бог говорит А мне важно То что у тебя Сердце То что у тебя Внутри И поэтому Я понимаю То что Перед Богом Ничего не скрыть Наших мыслей Не скрыть Я Богу Все свои мысли Говорю всегда Если вдруг У меня возникает Негативное Какое-то Отношение А оно Бывает Возникает Я прихожу К Богу И говорю Господь Вот это Есть У меня появилось Такое И знаешь Что То я Стараюсь Быть перед Богом Предельно Откровенным Я понимаю Что Иисус Он настолько Нас Загнал В такие Рамки Так Так Планку Поднял Что Просто До конца Исполнить Это нереально Но Посмотрите Иисус Требует От нас Стремление И желание Он требует Того Чтобы мы Не прятали В своем Сердце Не притворялись То что Этого нет А приходили Перед Ним И исповедовали Не только Деяния Наши Но и все Вожделения Наши Все Неправедные Желания Наши Приходили Перед Богом И исповедовали Потому что Грех Который Совершается Он сначала Ожидается В сердце И поэтому Иисус говорил Изнутри Из сердца Исходит Все Нечистое И поэтому Прежде всего Очищай Перед Ним Свое сердце И знаешь Неправильно Понимают Люди Благодать Думая О том Что Благодать Это Ну греши Да кайся И все Будет Хорошо Нет Благодать Это Сила Которую Бог дает Во-первых Для того Чтобы нам Понять Что мы Не правы А во-вторых Для того Чтобы Изменить Нашу Жизнь Изменить Поэтому Если У тебя Есть Какая-то Зависимость От греха От любого Не нужно Говорить Что Вот я Такой Просто По-другому Не могу Бог тебе Говорит Ты можешь Можно Может ли Мужик Не смотреть На женщину С вожделением Как вы Думаете Может У нас Есть Такое Понимание В обществе Что Вот Мужики Они Полигамны Что Им Надо Много Женщин И К сожалению Современная Культура Загнала Их В такие Рамки Что Они Только Одну Могут Себе Позволить Нельзя Многоженство У нас Запрещено В стране Но От природы Не уйдешь И у него Там Должна Быть Какая-то На стороне Чтобы Реализовать Его Мужские Вот эти Качества Что Ему Надо Завоевывать Обладать И так далее И так далее И этим Оправдываются Все эти Похождения Налево Но Иисус Конкретно Говорил Там Это Ну я уже Как бы Вперед Забегаю Там Про развод Идет И про Верность Иисус Конкретно Говорил Что Бог Задумал Так Одна Жена И один Муж И навсегда И навсегда И поэтому И это Отношение Завета Это Отношение Полного Посвящения Отношение Клятвы Когда Один человек Клянется Верности Другому Человеку И нарушение Этой Клятвы Это Прелюбодеяние Это Серьезный Грех Иисус Его так Рассматривает И он Говорит Прелюбодеяние Но рождается Никогда Это Внешний Акт Совершается О чем Говорили Фарисеи Равины Говорили Это Внешний Акт Он Говорит Прелюбодеяние Рождается В голове И что он Что он Дальше Говорит Не то что Нельзя смотреть На женщину Нельзя смотреть С вожделением Посмотрел Если чувствуешь Что вожделение Возникает Все Отворачивайся И не смотри И кстати К женщинам То же самое Относится У них по другому Работает Их вожделение Но оно Тоже Тоже Работает И точно так же Думает Вот Красивый Такой Парень Красивый Мужчина Вот бы мне Его Это уже Все Пошло Пошло Не туда Это тоже То То самое Прелюбодеяние Которое Совершается В сердце И посмотри Дальше Написано Если же Правый Глаз Твой Соблазняет Тебя Вырви Его И брось От себя Ибо Лучше Для тебя Чтобы погиб Один из Членов Твоих А не Все Тело Твое Было Ввержено В гиену Если Правая Твоя Рука Соблазняет Тебя Отсеки И брось От себя Ибо Лучше Для тебя Чтобы погиб Один из Членов Твоих А не Все Твое Тело Было Ввержено В гиену И вот Такие Слова Иисуса Очень Очень Сильные Конечно Это Гипербола Мы Это Понимаем Это Преувеличение Иначе Если бы мы Следовали Всем словам Которые Здесь Написаны Я думаю Что Тут бы Уже Некоторые Мужики Сидели бы С такими Черными Повязками Как Пираты Знаешь Глаз Соблазняет Он Раз Выдрал И Такие Однорукие Тоже Бандиты Вы сидели Но Такого Нет Потому Что Это Говорится О Нашем Поведении О нашем Действии Ты знаешь Что В древности Некоторые Буквально Истолковывали Вот эти Слова Иисуса И реально Выкалывали Себе Глаза Даже Отличился Один из Отцов Церкви По имени Ориген Слышал Кто-нибудь Об Оригене Многие Слышали Об Оригене Он много Трудов Написал Таких Интересных Но Ориген Он Пытаясь Угодить Богу Лишал Себя Всего Отказался Собственности Лишал Себя Пищи Сна И в конце Концов Понимая Что С вожделением Бороться Ему Тяжело Он Стал Евнухом То есть Оскопил Сам себя И вот Таким Евнухом Он Вошел В историю Великий Отец Церкви Один из Отцов Церкви Ориген Но Иисус Никогда Не требовал Такого И На Никейском Соборе 325 Году Вот на такие Вот Самоистязания Был наложен Запрет О чем Здесь говорит Иисус Если правый Глаз твой Соблазня Тебя Вырви И убросит Себя О чем Говорит Вырви Глаз Значит Не смотри Не смотри Сегодня Столько Грязи У нас И в интернете И по телевидению И братья И братья Особенно Тут Патки Бывают Они начинают Смотреть И вожделение Конечно же Поднимается Выключи Закрой Сайт Не смотри На это Не согрешай Можно это сделать Можно это сделать Можно это победить Можно Я вам скажу Я вам скажу Что Засилие Порнографии Оно Коснулось Всех Словев Нашего Общества И христиане Не исключение От этого Не исключение И Давид Говорил Не положу вещи Непотребны Передачами Моими Не клади Вещи Непотребны Закрой Все эти вещи Закрой Не смотри Поймите Что это Наша Ответственность Мы думаем Бог Отврати Мою голову И закрой Мои глаза Чтобы я не смотрел Бог не будет Этого делать Не будет Ты это делай Иисус говорит Ты вырви глаз То есть Ты перестань Смотреть На эти вещи Если ты что-то Делаешь Неправильно Иисус говорит Отсеки руку То есть Не делай этого Не ходи Уходи Знаешь Я читал Один Евангелист Проповедник Он ездил По разным Городам И во всех Этих городах В каждом Городе Он приглашал В номер Проститутку И при этом Продолжал Служить Это позор Позор Для служения Позор Для него А другой Евангелист Тоже Он путешествовал И он столкнулся С таким же Точным искушением Видишь В другом городе Тебя никто не знает Никто тебя не поймает Но Бог-то ведь видит И вот Познакомился Во время ланча С оборожительной девушкой И она говорит А ты приходи ко мне в номер Пообщаемся еще Так хорошо С тобой интересно общаться Попьем чаю Но Мы понимаем О каком чае идет речь И вот этот Проповедник Подошел к двери Уже В назначенное время Он стоял у двери И плакал Настолько было Сильным искушение Девушка понравилась ему Настолько Хотелось ему туда войти Но то внутреннее убеждение Что это грех Который поведет за собой Последствия Удерживал его И он так и Не поднял руку И не постучал в номер Это было Сильное переживание Для него Но он справился Он победил И вот Мы с вами Сами встаем перед выбором Каждый раз И мы можем справиться С этим выбором И то что ты вчера Победил это Не значит что ты Свободен от искушения Завтра Поэтому апостол Павел Говорил Я каждый день Умираю Чтобы проповедуя Другим Самому Не оказаться Недостойным Каждый день Я распинаю Свою плоть И именно об этом Говорил Иисус Возьми Свой крест И следуй За мной Вот это Когда здесь говорится Вырви глаз Отсеки себе руку Это говорится О кресте Распни Свои Похоти Распни Свои Греховные желания На кресте Не делай этого Не делай И Благодать Заключается в том Что Бог Дает нам силу Для того чтобы Это не делать Дает нам силу И когда мы Возрастаем В благодати Мы становимся Все более Все более Устойчивыми От искушений Но это не значит Что это иммунитет Нам на всю жизнь Примером служат Многие падения Служителей Которые Были известны Все их знали И вдруг выясняется Один У одного Махинации Денежные У другого Любовницы У третьего Еще что-то Никто Не застрахован Ни один человек Не то что ты Много лет в Боге Не то что ты Являешься каким-то Служителем И еще что-то И еще что-то Нет То что ты Верующий Много лет Очень хорошо Ты можешь быть Более устойчивым Для греха То что ты Служитель Очень хорошо У тебя достаточно Силы и благодати Чтобы не только Самому побеждать Но и других учить Очень хорошо Но ты не застрахован Поэтому Павел говорил Если ты Думаешь Что ты стоишь Берегись Чтобы не упасть Берегись Чтобы не упасть И вот эти слова Слова Иисуса И слова апостола Павла Для меня служат Предупреждением Что никогда Нельзя Расслабляться Понимаете Каждый день Апостол Павел говорил Я каждый день Смиряю себя Каждый день Никогда нельзя Расслабляться Примером тем же Служит Давид Возлюбленный Господа Человек Который любил Господа И что Расслабился Допустил грех В свою жизнь И пожал Серьезные последствия Расслабился Думал Все У меня уже Все хорошо И пришло падение Следом За этой Беспечностью И вот Когда мы говорим О заповедях А мы сейчас говорим О заповедях Иисуса Христа О святости Говорим О чистоте О праведности Иисус прямо сказал Если вы меня любите Исполните мои заповеди Вот парочку Мы из них прочитали Если вы меня любите Поступайте так Если ты не можешь Справиться с гневом своим Иди К покаянию На покаяние К Богу Иди за помощью К Богу Если ты с ненавистью Не можешь справиться Если ты не можешь Простить кого-то Иди к Богу Вот для чего Нужна нам благодать Не для того Чтобы оправдывать Свои поступки А для того Чтобы очищать Своё сердце И эта сила благодати Помогает нам Очищать наше сердце И благодать Заключается в том Что все мы Много согрешаем Библия говорит Об этом Да, это так Благодать Во-первых Дает нам прощение Мы приходим С покаянием Богу Когда обнаруживаем Себе грех Когда обнаруживаем В своем сердце Грех Или уже Какое-то деяние Совершено Мы приходим к Богу И просим у Него Прощения И что делает благодать? Приносит нам Это прощение Мы обретаем Это прощение И вместе с этим Вместе с этим Благодать Дает нам силу Для преодоления Искушения Силу Апостол Павел Говорил Все преодолеваем Силою Возлюбившего Все преодолеваем Силою Возлюбившего И знаете Нет Ни единого греха Который бы мог Устоять перед этой силой Нет Нет ни единого греха Который бы ты Не смог бы победить В своей жизни Ни единого Ни единого И вот Путь Самооправдания Это путь тупиковый Путь тупиковый Я человек слабый Я вот позволяю себе То и то Это не то К чему тебя призвал Господь Духовное возрастание Это не просто Развивать Свою способность Проповедовать Или развивать Свою способность Петь Или играть Или еще каким-то образом Служить Это ты развиваешь Свой дар Который тебе дан Для того Чтобы ты служил другим А духовное возрастание Это возрастание В ежедневном Послушании Нашему Господу Вот в чем Духовное возрастание Состоит То есть Насколько ты Совершенен Духовно И вот это Наш путь По которому Господь нас ведет И посмотрите Хочу еще пару мест Писания прочитать Иеремия 31 глава То есть я вам обещал Что будет разбор слова Вот мы его с вами И разбираем Иеремия 31 глава 33 стих Но вот завет Который я заключу С домом Израилевым После тех дней Говорит Господь Вложу закон мой Во внутренность Их И на сердцах Их Напишу его И буду им Богом А они будут Моим народом Самое замечательное Что с нами Произошло Нам не надо Заучивать Все 248 Заповедей И все 365 запретов Дело в том Что мы читаем Писание Это Слово Божие И нам дан Дух Святой Который это Писание Помещает В наше сердце Я это испытал На собственном опыте Когда я Был неверующий Как я уже говорил Я читал Новый Завет Я не понимал Глубины того Что там было написано Но Как-то запомнилось У меня в голове И вот Когда я стал Верующим И Ну вот Буквально Только-только Новообращенный Конечно Я многое Не успел Еще прочитать Уже Будучи в новом В новом качестве И знаешь Возникает Какая-то ситуация И Дух Святой Который во мне Поселился Напоминал мне Помнишь Вот это место Из Писания Которое я прочитал Тогда еще Будучи неверующим Я да Вот это Относится к этой ситуации Я понял То есть Господь Давал мне Мудрость На основании Того слова Которое я прочитал Еще раньше Понимаете Вот это и есть Закон мой Напишу Внутри их сердце Конечно Надо читать Писание Чтобы У Духа Святого Было Что тебе сказать На основании Слова Божьего Но Именно Он Оживляет Для нас Эти слова И когда мы Читаем Писание Мы Обновляем Свой разум Обновляем Этими Мыслями От Бога Но Что значит В сердце написан И фарисеи тоже читали Они наизусть Заучивали Слова из Писания Но В них не было Той благодати Которая у нас сейчас Он не был написан В их сердцах Поэтому им тяжело Было его исполнять Но нам гораздо легче Потому что Дух Святой Помогает нам Во всем Поэтому Иисус говорил Возьмите Иго мою на себя Это Иго Это бремя Закон называли Тяжким бременем Иисус говорит Возьмите Иго мою на себя То есть Его заповеди Мои заповеди Говорят Возьмите на себя А дальше Он продолжает Ибо Иго моё Благо Благо для нас Жить свято Перед Богом Правда ведь? Это благо Иго моё Благо И смотрите Бремя моё Легко У нас есть силы От Бога Для того чтобы Исполнить Его закон Исполнить Его заповеди Есть силы Бог нам их дает И поэтому Иисус говорит Это не тяжкое бремя Как было тогда В Ветхом Завете Это лёгкое бремя Потому что Я сам вам помогаю И поэтому У вас у всех Наверное бывают Такие же ситуации Как у меня Когда я прожил день Вроде всё хорошо Встаю на молитву И мне Бог говорит Ты напрасно Вот так вот Человеку сказал Бывали у вас Такие ситуации? Я был Я был прав А Бог говорит Ты напрасно Ты задел Человека И я говорю Прости Господь И если нужно Я попрошу прощения У этого человека А что это? Это закон Написанный В наших сердцах Я вам скажу Что Конечно же Послушание И смирение Оно требует От нас усилий Требует усилий Но когда ты Изливаешь перед Богом Своё сердце Когда ты Раскаиваешься В том Что тебе показывает Дух Святой Тебе легко жить Тебе легче гораздо Чем жить Под ощущением Постоянной вины Отдай Богу Отдай Богу Свою вину Покайся перед Ним И тебе будет легко Как люди живут В непрощении Годами Десятилетиями Некоторые живут И я просто знаю Лично даже Таких людей Это ненависть Она съедает их изнутри Они болеют Болезнями разными Они разрушают Все отношения С людьми Какие у них возникают Не лучше ли простить Да Бывает тяжело простить Но Бог даёт нам силы Для этого Силы простить Обратись к Богу И Он даст тебе Прощение к человеку Он поможет тебе Освободиться от этого И когда у меня Я уже научился Знаешь В семье В своей И жена у меня Тоже научилась Мы Решили Долго Друг на друга Не сердиться Знаешь почему Ну это нам Не выгодно Вот так вот С того начнем Не выгодно Мы тратим Нервы Тратим силы На пустое На выяснение Отношений Решили этого Не делать Так Немножко Поссорились И тут же Помирились Ну Годы прошли Прежде чем Мы этому научились Но научились Понимаете И И гораздо легче стало жить Гораздо легче стало жить Понимаете Вот то что говорит Иисус Это не просто Высокопарные слова Это касается Нашей Повседневной жизни Которую мы живем День за днем День за днем День за днем Наших решений На сегодняшний день На завтрашний день Я скажу Некоторые хотят Изменить свою жизнь И я вам отвечу Вы можете Изменить свою жизнь Не нужно ждать Нового года Не нужно ждать Понедельника Какого-то особой даты Вы можете Изменить ее Прямо сейчас Прямо сейчас Я для себя понял Хочешь изменить ее жизнь Меняй ее Немедленно Сейчас Принимай решение Сейчас Если ты хочешь Оставить грех Сейчас Принимай решение Оставить грех Если ты хочешь Заняться тем Чем давно Должен был заняться Не жди Понедельника Занимайся Прямо сейчас Вечером Приди домой И займись Или с утра Понимаете О чем я говорю Это мы себе Придумали Там вот эти вехи Никаких вех Этих нет Понял Что надо делать Понял В чем надо Каяться Делай это Не откладывай И последнее место Хочу прочитать Это Книга Из Акили Из Акили 36 глава 27 стих Вложу Внутрь вас Дух мой И сделаю То что вы будете Ходить в заповедях моих И уставы мои Будете соблюдать И выполнять Это то что сделал Господь Вложил в нас дух И сделал то Что мы ходим В его заповедях И уставы его соблюдаем И выполняем Таким образом Закон Не отменен А что Его Внешняя часть Исполнена Иисусом Он подчинился И полностью соответствовал Внешней части закона Но его внутренняя часть Его духовное содержание Никуда не ушло Потому что Это вечный Духовный закон Бога Который никогда не отменяется Пока стоит небо и земля И он этот закон Вложил В наши сердца Чтобы мы ходили В его заповедях Этот закон Он отражает саму природу Бога Который не терпит греха Мы думаем Благодать Бог терпит грех Не терпит грех Иисус это ясно показал Бог не может терпеть греха Он просто Любит грешника И дает ему возможность Стать таким же Как Бог Изменить свою жизнь Подчинить свою жизнь Ему И воля Божия Освящение наше Требования закона Перенесены на более глубокий уровень На духовный уровень Именно эту праведность От нас ожидает Господь Не праведность книжников И фарисеев Которые во внешнем соблюдении Обрядов и правил А внутреннее Послушание и смирение Требует усилий Но это тот путь Который Господь от нас ожидает Я вам скажу, что Только Возрожденный христианин В том, которым живет Дух Святой Может Исполнять заповеди Господа По-настоящему Вы согласны с этим? По-настоящему может От всего своего сердца От всего своего сердца Давайте мы встанем Будем молиться Всемогущий Господь Мы знаем, что Слово Твое Есть истина И Слово Твое Показывает нам Тот путь По которому Нам нужно идти И этот путь Это наше освящение Очищение Нашего сердца Честность И искренность Перед Твоим Взором И мы Господь Хотим Полностью Раскрыть Своё сердце Перед Тобою И если Ты видишь Те тайны Потайные уголки Которые Мы прячем От Тебя Те тайны Желаний Мысли Которые мы пытаемся Скрыть Обличи нас Господь Покажи нам Это Если у нас Есть неправедные Мотивы Покажи нам На это Господь Чтобы мы Могли Прийти С покаянием Перед Твоё лицо И получить Благодать Благодать Прощения И благодать Очищения Я прошу Тебя Господь Пускай Эта благодать Изливается Сегодня Здесь На этом месте Эта благодать Благодать Которая призывает Нас К праведной Святой жизни Благодать Которая ведёт Нас К покаянию Пускай Эта благодать Изливается Сейчас В наши сердца Господь Ты не ограничиваешь Нас Ты нас Освобождаешь Ты не заталкиваешь Нас в рамки Ты ведёшь Нас К истинно Свободной жизни Чтобы мы Вкусили Свободу От всякого Рабства Греха От всяких Пуд Греха Господь Дай нам Понимание Этого Дай нам Понимание Что Ты не просто Загоняешь Нас В какую-то В тюрьму В рабство Дай понять Что Это настоящая Истинная Свобода И вложи В наши сердца Желание Дышать Этим Воздухом Свободы Когда Ничто Мы Независимы Ни от каких Вещей Независимы Ни от каких Неправедных Желаний Независимы Ни от каких Неправильных Веществ Истинная Свобода Истинная Свобода Дай нам Дышать Господь Этим Воздухом Свобода Дай нам Дышать Аллилуйя Дай нам Не бояться Оказаться Виноватым Перед Тобой Прятать Своё вино Дай нам Господь Со Своей Виной Бежать К Тебе Если мы Чувствуем Угрызение Совести Если мы Чувствуем Обличение Святого Духа Дай нам Не прятаться От Тебя А бежать К Тебе И говорить Господь Вот это В моём сердце Обнаружилось Очисти Это И благодать Твоя Придёт И очистит И изменит Наше сердце Если кто-то Долго Был В зависимости Какой-то Я прошу Господь Пускай Придёт Свобода От этого Дай Поверить То что У Тебя Достаточно Силы Чтобы Сохранить Нас От Искушения Как и в молитве Господне Сказано Не введи Нас В искушение Но избавь Нас От лукавого И пускай Это происходит Не дай нам Впадать В искушение Но избавь Нас От власти Дьявола Аллилуйя Господь Твоя благодать Здесь На этом месте И она Действует В наших Сердцах Сейчас Мы просим Тебя Господь Пускай Те слова Которые Написаны В Нагорной Проповеди Они будут Написаны В наших Сердцах Чтобы нам Не просто Внешне Быть Праведниками Чтобы нам Не просто Перед другими Людьми Быть чистыми Но перед Тобою Господь Чтобы наши Помыслы Наши Мотивы Наши Желания Были чистыми Аллилуйя Если кому-то Трудно Прощать Господь Дай силы Прощения Помоги Смирить Гордыню Помоги Смириться Перед Подкрепкую Руку Твою Помоги Господь Пускай Прощение Приходит Потому что Это единственный Путь Жизни С Тобой Единственный Другого Пути Нет Только Прощение Прощение Пускай Приходят Наши Сердца Даже Если Кто-то Очень Сильно Обидел Даже Если Навредил Отдаем Весь Суд Тебе Ты Судья Праведный Мы Нет Мы Отпускаем Это Пускай Приходит Прощение Пускай Приходит Прощение Мы Не беремся Судить Господь Ты Судья Ты Судья Продолжение следует